Осип Мандельштан. Образ твой мучительный и зыбкий. В конце 80-х в русскую литературу вернулись имена Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштану. Казалось, что навсегда. Казалось, что преобразовывается одновременно и власть, и человек, а значит, общественная жизнь никогда не будет прежней. В диких завываниях о врагах народа, сговоре, гонке вооружений, с избиениями и арестами несогласных под всенародную, катастрофическую солидарность и повальный, беспамятный одобрямство. Собственно, из жизни и самосознания немногочисленного творческого сообщества имена и голоса поэтов никуда не ушли. Ушли они из быта политической власти и культуры масс-медиа. Заглянешь на экран, услышишь снисходительную речь и презрительные речевки новейших, а на деле архаичных служителей общины и хранителей таких же ценностей, и понимаешь, каково это жить под собою, не чуя странной. Погодки. Поэты родились друг за другом. Ахматова в 1889-м, Пастернак в 90-м, Мандельштам в 91-м, Цветаева в 92-м. 1893-й знаменует появление на свет Майковского, 95-й – Есенина, 97-й – Марингофа, 99-й – Набокова. Вклад любого из них в русскую культуру столь велик, что достаточно принадлежать одному из предложенных ими миров, чтобы быть русским. Не русскоязычным джигитом, опричником, пролетарием или новоришем, парламентарием или мундиром голубым, но именно русским в культуре своей, тонким колоском русского поля. Значительность их труда в создании высокой культуры видения, действия, мироощущения, пребывая внутри которой мы находимся у себя дома, в какую часть света не забросила бы нас судьба. А это и есть Родина, даже если не материка, а всего-то остров, подаренный океану. Вклад их велик еще и потому, что делает второстепенным извечный русский вопрос о земле, которой хоть и было немало, но всегда недоставало для труда и свободы. Мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля. Есть времена, когда войны за физическое пространство той земли, что зовем так свободно своею, теряют смысл, ибо проиграно главное сражение за свою речь, за свое слово. Что это за люди, которые приживутся на этом конце земли, думающие матом или не думающие совсем, не важно, к нам они имеют отдаленное отношение? Что из того, что их матерный язык русский? Весь мир в известной части своей выражается по-русски. Это еще не делает нас с собратьями по языку и социальному быту. А другого языка они не знают, поскольку когда-то отступили, предали, забыли, оставили для чиновничьего произвола и бандитского грабежа дом бытия. Потому не отыскать могил Гумилева, Цветаевой, Мандельштама. Потому миллион убитых под Оржевом до сих пор не обрели покоя в своей земле, но ложимся в нее и становимся ею. Плата за физическое пространство велика, но она же ничтожна, когда земля есть, а язык и народ в одних только книжках. В этих книжках Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, острова, на которых пока еще есть жизнь, любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя. Мандельштам. Разбросанным ныне по островам разве неизвестно, что иначе нельзя? Сумерки свободы Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год, В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, О солнце, судья, народ! Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет, Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, Тот должен слышать время, Как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые Связали ласточек, И вот не видно солнца, Вся стихия щебечет, Движется, живет. Сквозь сети Сумерки густые, Не видно солнца, И земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля, Земля плывет. Мужайтесь, мужи, Как плугом океан деля, Мы будем помнить И в литейской стуже, Что десяти небес Нам стоила земля. Май 1918-го, Москва Отравлен хлеб, И воздух выпит. Трудно, Да едва ли возможно Найти в старом Или новом свете Столько крупных поэтов Из еврейской интеллигенции, Каждый из которых, Безусловно, Значим для языка, Сколько в России Начало 20-го века. Мандельштам, Пастернак, Маршак, Лившис, Позднее Самойлов, Галич, Бродский, Выбранная ими Стезя русского поэта, Едва ли может быть Объяснена Рациональными соображениями. Люди широкого дарования, Они прекрасно сознавали, Что значит быть поэтом, Что значит противопоставить Себя всей Окололитературной Шатии братьи, Рассе с противным запахом кожи И самыми грязными способами Приготовления пищи, Как некогда знал Николай Гумилев. Что такое эта скрипка, Что такое темный Ужас начинателей игры. И один в поле воин, Выйти, Поступить, Сказать слово, Уповая на провиденциального Собеседника, Далекого потомка, Друга тайного, Друга дальнего, Друга в поколении, Высказать его Вопреки тысячам швондеров, Идущих с портретами Кремлевского горца, И до конца Выстоять одному Против миллионов Отравленных пропагандой, Ором орущих, Хором поющих вертухаев И их рабов. Ведь поэзия есть сознание Своей правоты, Понимал Осип Емельевич Вандельштан О собеседнике. Горе тому, Кто утратил Это сознание. Хорошо, По весь голос Обращаться к товарищам Потомкам, Будучи свято уверенным В правоте своего дела, По голове колонны Шагая горланом Главарем революционного класса. Страшнее, Негромко, Но не менее уверенно, Небраво, Но в голос, Голос это личность, Заявить. Я настаиваю на том, Что писательство В том виде, Как оно сложилось В Европе И в особенности В России, Несовместимо С почетным званием Иудея, Которым я горжусь. Моя кровь, Отягощенная наследством Овцеводов, Патриархов И царей, Бунтует Против вороватой Цыганщины Писательского Отронья. Мандельштам, Четвертый опрос. Моя кровь, Отягощенная наследством Овцеводов, Патриархов И царей, И это спустя Дюжину лет После расстрела Царской семьи В годы Коллективизации Овцеводов Накануне Новой волны Репрессий И геноцида. Это сказано, Когда всякий историзм Был подогнан Подмерило Партийного руководства, А несогласие С социалистическим Отечеством Каралось Десятью годами Без права переписки Или, За его пределами, Парой ударов Ледорубом По голове. Отравлен хлеб И воздух выпит, Как трудно Раны врачевать, Иосиф, Проданный в Египет, Не мог сильнее Тасковать. Под звёздным небом Бедуины, Закрыв глаза И на коне, Слагают Вольные Былины О смутно Пережитом Дне. Немного Нужно Для наитий, Кто потерял В песке Колчан, Кто выменял Коня, Событий Рассеивается Туман. И если Подлинно Поётся И полной Грудью Наконец Всё исчезает, Остаётся Пространство Звёзды И певец. 1913 Продажность современников Не оставляла шансов, Продажность двоемыслия, Готовность одобрить Любую самую страшную Государственную инициативу, Продажность за страх, Не за совесть, Животный страх Стучит на машинках, Животный страх Ведёт китайскую правку На листах Клозетной бумаги, Строчит доносы, Бьёт полежачих, Требует казни Для пленников. Как мальчишки Топят всенародно Котёнка На Москве-реке, Так наши взрослые ребята Играючи нажимают На большой перемене, Масло жмут. Эй, навались, Жми, да так, Чтобы не видно было Того самого, Кого жмут. Таково освещенное правило Самосуда. Приказчик на родинке Работницу обвесил. Убей его! Кассирша обсчиталась на пятак. Убей её! Директор с дуру Подмахнул чепуху. Убей его! Мужик припрятал в амбар Рожь. Убей его! К нам ходит девушка, Волочась на костыле. Одна нога у неё укороченная, И грубый башмак протез Напоминает деревянное копыто. Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузатёры С разрешения всех святых. Осип Мандельштам. Четвёртая проза. Слух чуткий, парус напрягает. Расширенный пустеет взор, И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор. Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Я вижу месяц бездыханный, И небо мертвенней холста. Твой мир полезненный и странный. Я принимаю пустота. 1910-1922 Кто мы? Обратная сторона вопроса «Кто я?» Но если мы комсомольская вольница, То для нас гораздо важнее Партийная литература, Чем свободное творчество. Осип Мандельштам не мог принадлежать Подобные вольницы И находить товарищей в школьниках, Которые не учатся И учиться не желают. Акмиизм – это тоска по мировой культуре, Сформулировал он. Ему было известно, Что тюремщикам больше, Чем кому-либо еще, Нужна литература, Выполняющая одно назначение Помогать властимущим Удерживать в повиновении солдат, А судьям чинить расправу Над обреченными. Эти начальники с порога Обложены секретаршами, Подобно сиделкам, Охраняющих их, Как тяжелобольные. При них же писатели, Помесь попугая и попа, Раса, кочующая и ночующая На своей блевотине, Изгнанная из городов, Преследуемая в деревнях, Но везде и всюду близкая к власти, Которая ей отводит место В желтых кварталах, Как проституткам. Смертельный враг писательства И литературы, Сам Осип Эмильевич Был одним из обреченных. Тех должников революции, Чьих дарах она не нуждалась. Его произведения Никогда не были разрешенными. Они были диким мясом, Сумасшедшим наростом, Ворованным воздухом. Все произведения мировой литературы Я делю на разрешенные И написанные без разрешения. Первые – это мразь, Вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут Заранее разрешенные вещи, Я хочу плевать в лицо, Хочу бить их палкой по голове И всех посадить за стол В доме Герцена, Поставив перед каждым Стакан полицейского чаю И дав каждому в руки Анализ мочи Гордфильда. Этим писателям Я запретил бы Вступать в брак И иметь детей. Как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, За нас главнейшее досказать, В то время как отцы Запроданы рябому черту На три поколения вперед. Вот это Литературная страничка. Осип Мандельштам, 4 опрос. О, как мы любим лиценерить И забываем без труда То, что мы в детстве Ближе к смерти, Чем в наши зрелые года. Еще обиду тянет сблюдца Невыспавшееся дитя, А мне уж не на кого дуться, И я один на всех путях. Но не хочу уснуть, как рыба, В глубоком обморике вод, И дорог мне свободный выбор Моих страданий и забот. Февраль, 14 мая, 1932-го. В 1922-м в работе о природе слова Поэт устанавливал взаимосвязь. Русский язык, язык эллинистический, В силу целого ряда исторических условий, Живые силы эллинской культуры, Уступив Запад эллинским влияниям И надолго загащиваясь Бездетной Византии, Устремились в лоно русской речи, Сообщив ей самоуверенную тайну Эллинистического мировоззрения, Тайну свободного воплощения. И поэтому русский язык Стал именно звучащий И говорящий плотью. Если западные культуры и истории Замыкают язык извне, Огораживают его стенами Государственности и церковности, И прочитываются им, Чтобы медленно гнить и зацветать В должный час его распада, Русская культура и история Со всех сторон омыта И опоясана грозной И безбрежной стихией русского языка, Не вмещающейся ни в какие Государственные и церковные формы. Конец цитаты. Язык, который стал звучащий И говорящий плотью, И не вмещается ни в какие Государственные и церковные формы, Вел Осипа Мандельштама Сквозь и над революционной стихией. Сквозь. Октябрьская революция Не могла не повлиять на мою работу, Так как отняла у меня биографию, Ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, Что она раз навсегда положила Конец духовной обеспеченности И существованию на культурную ренту. Поэт о себе. Сказано искренне и не без сарказма. Над. Поэт всегда превосходил Неизбежность исторической действительности. Его история подлинная, Не поддающаяся переписке, Ибо это письмо, На котором пишется все историческое, История языка. Его собственное, Казалось бы, Субъективное метафизическое состояние, Будучи объективированным В поэтической форме, Воплощало жизнь самого языка. Отчего душа так певуча, И так мало милых имен, И мгновенный ритм только случай, Неожиданный аквелон. Он подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой, И совсем не вернется, Или он вернется совсем другой. О, широкий ветер Орфея, Ты уйдешь в морские края, И несозданный мир лелея, Я забыл ненужное я. Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий И действительно смерть придет? 1911. В начале 20-х Осипа Мандельштама Заманивали новые литературные группы. Абрам Эфрос, София Парнок Предлагали создать группу Неоклассицистов. Владимир Нарбут, Исаак Бабель, Неоакнеистов. Осип Мандельштам Много переводил. Печатал критические статьи В русском искусстве. В Берлине вышел Новый сборниковый стихов Тристия, Название которому В отсутствии Мандельштама Придумал Михаил Кузьмин. Государство снова выпустил Камень и вторую книгу поэта. И все же, Как от неоклассициста, Так и от неоакнеиста Мандельштам отказался. До начала 1923 года Он вел активную литературную борьбу. Справа с символизмом, Слева с футуризмом, Слевом. После 23-го Литературная деятельность Сошла на нет. И за исключением переводов Поэт ничего не публиковал. Смотри трубы и дни Осипа Мандельштама. Жизнь языка в русской исторической действительности Перевешивает все другие факты Полнотою явлений, Полнотою бытия, Представляющей только Недостижимый предел Для всех прочих явлений Русской жизни. Эллинистическую природу Русского языка Можно отождествлять С его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании Есть плоть деятельная, Разрешающаяся в событии. Поэтому русский язык историчен Уже сам по себе, Так как по своей совокупности Он есть волнующееся море событий, Непрерывное воплощение И действия разумной И дышащей плоти. Ни один язык Не противится сильнее русского Назывательному И прикладному назначению. Русский номинализм, То есть представление Реальности слова как такового, Животворит дух нашего языка И связывает его С эллинской филологической культурой, Не этимологически И не литературно, А через принцип внутренней свободы, Одинаково присущий им обои. Осип Мандельштам О природе слова Нотр-дам. Где римский судья Судил чужой народ, Стоит базилика И радостный, и первый, Как некогда Адам, Распластывая нервы, Играет мышцами Крестовый легкий свод, Но выдает себя Снаружи тайный план. Здесь позаботилась Под пружных арок сила, Чтоб масса грузная стены Не сокрушила И свода дерзкого бездействия Тара. Стихийный лабиринт, Непостижимый лес, Души готическая Рассудочная пропасть, Египетская мощь И христианство робость, С тростинкой рядом, Дубь, И всюду царь отвес. Но чем внимательнее Твердыня нотходам Я изучал Твои чудовищные ребра, Тем чаще думал я Из тяжести недоброй, И я когда-нибудь Прекрасное создам. 1912 Русский номинализм Представление о реальности слова, Которое правильнее было бы назвать реализмом, Не мог не требовать от поэта Быть предельно честным, Открытым И нигде, никогда Ни за что не кривить душой. Без выполнения этого условия Не могла состояться внутренняя свобода, И дорог мне свободный выбор Моих страданий И забот, Возможность говорить Рифмованную речью, Слышать зов бытия, Быть языком, Таким и только таким образом Можно рассчитывать Быть услышанным, Провиденциальным собеседником, Другом тайным. Да, когда я говорю с кем-нибудь, Я не знаю того, с кем я говорю, И не желаю, не могу Желать его знать. Нет лирики без диалога, А единственное, что толкает нас В объятия и собеседника, Это желание удивиться Своим собственным словам, Плениться их новизной И неожиданностью. Логика неумолима. Если я знаю того, С кем я говорю, Я знаю наперед, Как отнесется он к тому, Что я скажу, Что бы я ни сказал, А следовательно, Мне не удастся Изумиться его изумлением, Обрадоваться его радостью, Полюбить его любовью. Расстояние разлуки Стирает черты милого человека. Только тогда у меня возникает Желание сказать ему то важное, Что я не мог сказать, Когда владел его обликом Во всей его реальной полноте. Я позволю себе Формулировать это наблюдение так, Вкус сообщительности Обратно пропорционален Нашему реальному знанию О собеседнике И прямо пропорционален Стремлению заинтересовать его собой. Не об акустике следует заботиться, Она придет сама, Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом, Бесконечно нудно буравить Собственную душу нации. Но обменяться сигналами с Марсом, Конечно, не фантазируя, Задача достойная лирического поэта. Осип Мандельштам О собеседнике Я ненавижу свет однообразных звёзд. Здравствуй, мой давний бред, Башни стрельчатой роз. Кружевом камень будь, И паутиной стань, Небо пустую грудь, Тонкой иглою рань. Будет и мой черёд, Чую размах крыла. Так, но куда уйдёт Мысль живой стрела? Или свой путь и срок Я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, Здесь я любить боюсь. 1912 У того, кто без разрешения вышел в эфир, Дерзнул обменяться сигналами с Марсом, Много врагов. В своих кознях они изобретательны И агрессивны в такой степени, Что репрессивная машина Авторитарного государства Поспевает не сразу, Со скрипом. У поэта небольшой запас времени Быть среди этой шантропы самим собой. Не воевать, Не уклоняться от столкновений, Не налегать и не наваливаться, Не распластываться и не бояться. Просто быть. Что из того, что они тычат В поэта корявыми пальцами Своего недомыслия? Ничтожная самоуверенность, Которая распирает их важность, Обустраиваемых в буту делишек, Изрыгаемых в литературу слов. Что из того, Все они давно отлучены от слова. На таком-то году моей жизни Бородатые взрослые мужчины В рогатых меховых шапках Занесли надо мной кремниевый нож Целью меня оскопить. Судя по всему, Это были священники своего племени. От них пахло луком, романами И козлятинами. И все было страшно, Как в младенческом сне. На середине жизненной дороги Я был остановлен В дремучем советскому лесу Разбойниками, Которые назвались моими судьями. То были старцы С жилистыми шеями И маленькими гусиными головами, Недостойными носить время лета. Первый и единственный раз в жизни Я понадобился литературе, И она меня мяла, Лапала и тискала, И все было страшно, Как в младенческом сне. Осип Мандельштам Четвертый опрос Роздух пасмурный, Жизнь, где один к одному Одином. Выстрел грянул Над озером сонным, Крылья уток Теперь тяжелы, И двойным бытием Отражённым Отурманены Сосин стволы. Небо тусклое, Сот цветом странным, Мировая туманная боль, О, позволь мне быть Так же в туманной, И тебя не любить Мне позволь. 1911-28 августа 1935-го Что же важно? Что придает Осипу Мандельштаму Самоуверенности В сознании Своей правоты? Чаадаев, утверждая Своё мнение, Что у России нет истории, То есть, что Россия Принадлежит к неорганизованному, Неисторическому кругу Культурных явлений, Упустил одно обстоятельство. Именно. Язык. Столь высокоорганизованный, Столь органический язык, Не только дверь в историю, Но и сама история. Для России От падением от истории, Отлучением от царства Исторической необходимости И преемственности От свободы И целесообразности Было бы От падения от языка. А не менее двух-трёх поколений Могло бы привести Россию К исторической смерти. Отлучение от языка Равносильно для нас Отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, Что русская история Идёт по краешку, По бережку, Над обрывом И готова каждую минуту Сорваться в нигилизм. То есть, Отлучение от слова. Осип Мандельштайн О природе слова Дайте тютчеву стрекозу. Догадайтесь, почему Веневитинову розу, Ну, а перстень Никому. Боротынского подошвы Изумили прах веков. У него без всякой прошу Наврочки облако. А ещё над нами Волен Лермонтов, Мучитель наш, И всегда одышкой болен Феота жирный карандаш. А ещё богохранима На гвозде торчит всегда У ворот Ярусалима Хомякова борода Май 1932 Москва В очерке о комиссаржевской В 1925 году Поэт показал, как хочет говорить. Говорит не о себе, Он хочет следить за веком, Шумом и прорастанием времени. Память моя Враждебна всему личному. Если бы от меня зависела, Я бы только морщился, Припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Оксаковых, Багровых внуков, Влюблённых в семейственные архивы С эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю, Память моя нелюбовна, А враждебна. И работает она Не над воспроизведением, А над отстранением прошлого. Разночинцу Не нужна память, Ему достаточно рассказать о книгах, Которые он прочёл, И биография готова. Там, где у счастливых поколений Говорит эпос гигзаметрами и хроникой, Там у меня стоит знак зияния, И между мной и веком провал, Ров, Наполненный шумящим временем, Место, отведённое для семьи И домашнего архива. Что хотела сказать семья, Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, А между тем у неё было что сказать. Надо мной и над многими современниками Тяготеет косноязычье рождение. Мы учились не говорить, а лепетать. И лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века И выбеленной пеной его гребне, Мы обрели язык. Шум времени. Марина Ивановна Цветаева назовёт его книгу «Подлой». Но хомякова борода, Румяное, колючее, русско-монгольское лицо Багрова внука Никогда не было враждебным андельштамом, Тем более презираемо им. Для него это было одно Из многих лиц мировой истории и культуры. Разночинцу же, и правда, Не нужна память. Больные, воспалённые веки фета мешали спать. Тютчев ряным склерозом Известковым слоем ложился в жилах. Пять-шесть последних символических слов, Как пять евангельских рыб, Оттягивали корзину. Среди них большая рыба. Бытие. Ими нельзя было накормить голодное время, И пришлось выбросить из корзины Весь пяток и с ними большую дохлую рыбу. Бытие. Отвлечённые понятия В конце исторической эпохи Всегда воняют тухой рыбой. Лучше злобное и весёлое Шипение русских стихов. Осип Мандельштам. Шум времени. Импрессионизм. Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст, как струб, я положил. Он понял масло густоту, Его запекшееся лето Леловым мозгом разогрето, Расширенное в духоту. А тень-то, тень, всё леловей, Свисток или хлыст, Как спичка тухнет. Ты скажешь, повара на кухне Готовят жирных голубей, Угадывается качель, Недомалёванный вуали, И в этом солнечном развале Уже хозяйничает шмель. 23 мая 1932-го Столетие бродит вокруг России Историческая смерть. Не позволить поколениям Аниметь, Научить понимать слово, Услышать ось земную, Зов бытия, Один из немногих шансов Преодолеть продажность дельцов, Избежать исторически неизбежно. Это сверхзадача поэта, Какую ставит ему сознание Своей правоты. У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает И не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, Маленький, Кремль, Крылатая крепость номинализма, Оснащенная эллинским духом На неутомимую борьбу С бесформенной стихией, Небытием, Отовсюду угрожающим нашей истории. Осип Мандельштам о природе слова. Изобретения и воспоминания Идут в поэзии рука об руку. Вспомнить, значит, тоже изобрести. Вспоминающий тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы Забвенье этой двойной правды. Москва специализировалась На изобретении, Во что бы то ни стало. Осип Мандельштам, литературная Москва Улыбнись, ягнённо-гневный, С Рафаэлева холста, На холсте уста вселенной, Но она уже не та. В лёгком воздухе свирели, Раствори жемчужин боль, Синий-синий цвет синели, Океаном елась соль. Цвет воздушного разбоя И пещерной густоты, Складки бурного покоя На коленях разлиты. На скале черствее хлеба Молодых тростинки рощ И плывёт угла неба. Восхитительная мощь. 9 января 1937 Сергей Сергеевич Аверинцев Замечает, что в статьях Начала двадцатых годов Поэт как будто торопится Сказать самое главное. В одной из них, О заглавленной пшенице человеческое, Дан ошеломляющий, умный, Трезвый, реалистический опыт О духовной ситуации эпохи Мас, Когда вышедшая из послушания пшеница Не даёт выпечи с себя хлеба, А традиционные символы Государственной архитектуры Превращаются в бутафорию. Одной этой статьи Было бы достаточно, Чтобы навсегда опровергнуть миф О Мандельштаме, как о птичке-божке, Не способной связать двух мыслей По законам рационального мышления. Аверинцев – судьба и весть. Поэт говорит о распаде народностей На простое человеческое зерно, Из которого практически невозможно Выпечь хлеб. Народ – целостность В старом имперском смысле единства. В 1990-м выдающийся отечественный литературовед, С ним и поэта стало одним провиденциальным собеседником больше, Восклицает. Статья, наперед изобличающая пустоту, Историческую неоправданность, Тупиковость всех предстоящих попыток Обновить кровавый пафос государственного величия, Как будто обращена непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны Как следует оценить ее формулировки. Конец цитата. Господи, да если бы это было так! Если бы таких собеседников было достаточное количество, Чтобы ее формулировки сумели оценить Пусть не в 1991-м, 1994-м, 2000-м, Но хотя бы в 2014-м, Еще до эпопеи Крым-наш, Такого позора, крови, тупика удалось бы избежать. Однако более чем 70-летнего опыта боев За построение социализма оказалось малым. Недостаточно горького опыта, Память коротковата. И снова, теперь после Аверинцева, Как и после Мандельштама, Остается в который раз уповать На понимание мысли поэта Мельниками и пекарями человеческого зерна. Эра мессионизма Окончательно и бесповоротно Окончилась для европейских народов. Всякий мессионизм гласит приблизительно следующее «Только мы хлеб, Вы же просто зерно, Недостойное помола, Но мы можем сделать так, Что и вы станете хлебом». Всякий мессионизм заранее недобросовестен, Лжив и рассчитан На невозможный резонанс в сознании тех, К кому он обращается с подобным предложением. Ни один мессианствующий и витийствующий народ Никогда не был услышан другим. Все говорили в пустоту, И бредовые речи лились одновременно Из разных уст, Не замечая друг друга. Осип Мандельштам, Пшеница человеческая. Статья как будто обращена Непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны Как следует оценить ее формулировки. Образ твой, Мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. «Господи!» – сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится И пустая клетка позади. Апрель 1912. К середине 20-х Изобретательская горячка Поэтической Москвы остыла, Уступив место Социалистическому реализму, Как наиболее подходящему Для любого черта в Кремле И оттого единственно Востребованному партией Литературному направлению. Все патенты уже заявлены, Новых заявлений уже давно нет. Осип Мандельштам Обреченно констатировал. Нет в Москве Ни одной настоящей Поэтической школы, Ни одного живого Поэтического кружка, Ибо все объединения По ту или другую сторону Разделенной правды. Смотри Литературная Москва В эти годы поэт, Предстоитель эллинизма героического, Филологии воинствующей, Жизнью своей охранил Принятый по юности Акмеизм. Акмеизм не только литературное, Но и общественное явление В русской истории. С ним вместе в русской поэзии Возродилась нравственная сила. «Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья, И Господа, и дьявола Равно прославлю я», Сказал Брюсов. Это убогое ничегочество Никогда не повторится В русской поэзии. Общественный пафос Русской поэзии До сих пор поднимался Только до гражданина, Но есть более высокое начало, Чем гражданин, Понятие мужа. В отличие от старой Гражданской поэзии, Новая русская поэзия Должна воспитывать Не только граждан, Но и мужа. Идеал совершенной мужественности Подготовлен стилем И практическими требованиями Нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее. Потому и человек должен стать тверже, Так что человек должен быть тверже всего на земле И относиться к ней, Как алмаз к стеклу. Гееротический, То есть священный характер поэзии Обусловлен убежденностью, Что человек тверже всего остального в мире. Отшумит век, Уснет культура, Переродится народ, Отдав свои лучшие силы Новому общественному классу. И весь этот поток Увлечет за собой Хрупкую ладью Человеческого слова В открытое море грядущего, Где нет сочувственного понимания, Где унылый комментарий Заменяет свежий ветер Вражды И сочувствия современников. Как же можно снарядить эту ладью В дальний путь, Не снабдив ее всем необходимым Для столь чужого И столь дорогого читателя? Еще раз я уподоблю стихотворение Египетской ладьи мертвой. Все для жизни припасено, Ничего не забыто Об этой ладье. Осип Мандельштам О природе слова. Довольно куксится Бумаги в стол засунем, Я ныче славным бесом обуял, Как будто в корень Голову шампунем Не вымыл парикмахер Франсуа. Держу пари, Что я еще не умер, И, как жокей, Ручаюсь головой, Что я еще могу На бедокурике На рысистой дорожке Беговой. Держу в уме, Что нынче тридцать первый Прекрасный год В черемухах цветет, Что возмужали дождевые черви, И вся Москва На яликах плывет. Не волноваться, Нетерпенье роскошь, Я постепенно скорость разовью, Холодным шагом Выйдем на дорожку, Я сохраню Дистанцию мою. Седьмое июня 1931 года Москва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова